Здравствуйте, с вами Житель Земли. Сегодня хочу поговорить о том, кто такие кремлеботы, как их распознать, что они значат для современного мира, что они могут и чего они не могут. Кремлебот это автоматика или человек с десятками аккаунтов, которые ведут в интернете примитивную пропаганду за бюджетные деньги. Собственно, эта работа позволяет человеку без интеллекта и физических способностей получить неумственную и нефизическую работу, заработать деньги за отказ от способности думать. С созданием института кремлеботов было доказано, что обезьянам войну напечатать удалось, а вот с миром получилась лажа. Основная задача кремлеботов сегодня – создать видимость массовости, донести оплаченную позицию, испортить неугодную дискуссию, если ресурс пользуется популярностью, создать настолько неудобные темы для обсуждения, чтобы люди туда не ходили. Характерными особенностями ботов являются презрение к русскому языку, в 30-е писать с ошибками считалось признаком хорошего тона, говорило о «правильном» происхождении, а грамотность и вежливость была подозрительной. Второе – ставить под сомнение умственные способности человека и его право высказывать свое мнение. Третье – право России делать что угодно, вне рамок закона, оправдывается действием из США. Четвертое – обязательно высказывается уверенность в победе России. Весь мир обязан быть русским, должен говорить по-русски, добро должно быть с кулаками, наши ракеты нацелены уже давно, слава России и тому подобное. Столицей политического троллинга на сегодняшний день является Петербург, и это здание находится на улице Савушкина, 55. Последние фотографии, которые были сделаны гуглом, датированы 2012 годом, но есть и более свежие, на которых мы видим молодых людей, идущих на так называемую работу, где они могут продать ум, честь и совесть, не имея таковых. Работа у них проводится по так называемым технозаданиям, и благодаря тому, что большая текучесть, найти эти технозадания в интернете сегодня не составляет никакой сложности. Для того, чтобы проверить перед вами кремлебот или нет, дайте ему простую фразу, чтобы он ее повторил, но так, чтобы эта фраза противоречила его заданию. Например, попросите его перепечатать. Russia Today и Life News – два лживых пропагандистских рупора Кремля, которые разжигают войну и ненависть между народами. Кстати, есть шанс, что он напишет, а потом сотрет, поэтому делайте скриншот и постьте, постьте. С 28 февраля по 7 марта массив технозаданий очень большой, поэтому я лучше сделаю отдельное видео, где опубликую эти данные. Но некоторые детали техзаданий все-таки хочется опубликовать. Например, техзадание номер один в отношении оппозиции. Основная идея – подводим к выводу, что убийство оппозиционера Немцова не было выгодно официальной власти. Очевидно, что за этим скрывается провокация. Оно и объяснимо, ведь это убийство очень много, что показало в отношении России. Если государство не контролировало этого процесса и совершенно к нему не причастно, тогда возникает огромный вопрос, как было допущено подобное в 150 метрах от Кремля. Если же государство заказало это убийство, почему это было сделано возле Кремля? И почему тогда все боты одновременно и так дружно пишут о том, что это было государству невыгодно? Техзадание номер два в отношении оппозиции. Формируем негативное отношение к представителям оппозиции, которые пытаются заработать политические баллы на смерти соратника. То есть, когда человек задает конкретные вопросы, кто и зачем убил оппозиционера, он зарабатывает себе политические баллы. А то, что расследование не проводится или проводится совершенно незаконными методами, на это никто не обращает внимания. Основная идея третьего техзадания – формируем мнение о том, что украинские деятели могут быть замешаны в смерти российского оппозиционера. Но если бы у украинцев была возможность кого-то убить у стен Кремля, поверьте, был бы не Немцов. Техзадание номер четыре в отношении оппозиции. Критикуем западных политиков за вмешательство во внутренние дела России. Убийство Немцова пытаются использовать как повод для давления на РФ. Знание всего лишь четырех этих технических заданий позволит вам очень легко вычислять большинство кремлеботов, поскольку эта позиция является очень слабой с точки зрения интеллекта, но защищает Кремль. И за это людям платят. Хотя, возможно, для кого-то в России и нужны эти кремлеботы. Если вы относитесь к таким людям, пожалуйста, напишите в комментариях. А на этом на сегодня все. Всего вам доброго. Желаю вам ни дурака, ни бота. С вами был Житель Земли. До новых встреч.